Это давно, Дима плотно занимается HR-ом, большое количество работал, и он раскроет тему поколения Z. То есть это новые сотрудники, молодые, которые немножко не так уже мыслят, и с ними надо немножко по-другому устраивать работу и коммуникацию. Погнали, 15 минут. Поколение Z. Кликер. Кто знает теорию поколений? Слышали о такой? А есть кто не знает? Смотрите, теория поколений... Поещите в интернет, спросите у тебя, кто знает. Теория поколений описывает психологические подходы к разным типам сотрудников. Есть поколение X, поколение Y. Поколение Y — это мы с вами. Есть поколение Z. Это люди, которые родились после 95-го года, и они выходят на работу. Им 20, 23, чуть-чуть постарше. 30-40 — это поколение Y. Мы с вами примерно в этом диапазоне. Но поколение Z здесь есть. Это 23 года. 23, 25 максимум. Ах, красавцы! Красавцы! Поколение Z. Ну да, это будет про вас. Кто-то не знает. Представлюсь в двух словах. Кандидат психологических наук. Я человек-продукт, не человек-продажа. Мой продукт — это HR. Я 18 лет в HR. Работал по найму долгое время. В компаниях больших работал списка Forbes. Спикер официальной компании HeadHunter. Спикер деловой среды Сбербанка. Ну и много-много-много всего. Тренер БМ я шесть потока подвел. И зашел в МЗС как методолог, как куратор МЗС. Вот сейчас находюсь в МЗС в большей степени. Поколение Z — новое решение, новые возможности. А что это за решение? Для того, чтобы работать с поколением Z, нужно дать себе ответы на вопросы. Я буду здесь немного ходить. Что предлагать этим людям? Что им говорить? Как взаимодействовать? Где взаимодействовать? Надо знать установки ценности, самовосприятия этих людей, как они себя позиционируют перед вами прежде всего. Как они обрабатывают информацию и чего они ожидают от будущего. Самые значимые слайды будут в начале презентации. Можно копировать. Установки и ценности. Главное для таких людей — найти свой путь. Посмотрите бизнес-книги, о чем они учат. Практически все говорят, «Эй, чувак, найди себя. Делай то, что ты хочешь». Ваша Кочкин есть? Про него тоже. Найди свое предназначение. Люди, которые приходят к вам работать, в большинстве случаев идут не за деньги. Или не за деньги в том числе. Они ищут себя. Если вы включаете этот фактор, вы выигрываете. Вторая установка. Счастье — это и есть успех. Какого человека можно считать успешным? У того, у кого много денег? Наверное, да. А может, нет. Счастливым. У поколения Z это один из главных мотивов. Саморазвитие — это модно. Жизнь хороша, когда разнообразна. Работа должна быть в радости. Второй элемент. Самовосприятие. Поколения Z не могут без социального взаимодействия. Это уже интегрировано на подкорочку, на каком-то базовом уровне. Уверенность в собственной исключительности. Если вы включите мотив, «Ты что? Будь такой, как все. Все же делают так». Это не про нас. Модель постепенного движения к успеху повредилась. Вот здесь остановлюсь. HR-ы, в том числе и я, любят делать ревный лейсер. Выглядит это примерно так. Вы объясняете новому сотруднику. Ты к нам приходишь на уровень ассистента. Через полгода ты станешь настоящим менеджером. Через год, наверное, ведущим менеджером. Потом будешь главным. Еще через два года заместителем начальника отдела, начальником отдела, директором и так далее. Боже мой! Эта модель не работает с поколением Z. Они хотят быть успешными сейчас. Уже здесь. Он хочет прийти, работать начальником и получать вот стотки. А может быть еще больше. Вот это поколение Z. Это они. Не значит, что это плохо. Это модель. Модель постепенного движения к успеху повредилась. А что не повредилась? Не повредился результат. Если он способен давать результат, почему бы нет? Но если ваша система, которую вы закладываете в мотивацию, не предполагает этого, вы ставите приклады. Поколение мейнстрима. Следующий элемент – обработка информации. Онлайн – ведущее измерение реальности. Если вы дадите сотруднику папку сотрудника, вот или там папка, папка, да? Под МИД-технологиям, знаете, такой папка сотрудника, посмотрит, скажет, «Поже мой, это о чем? Распечатанная папка? Это что? Это мне все надо изучить онлайн. Уходите в онлайн». Воспринимает краткую наглядную информацию. Это восприятие по принципу Инстаграм. Две секунды, и решение принимается, смотреть ли этот слайд, смотреть ли этот документ. Две секунды, две секунды, две секунды. Если что-то интересное, задерживается внимание на 15-17 секунд. Примерно так они знакомятся с документами. Примерно так они будут входить в должность. Так, что мне тут? Ага, информация о компании. Понятно, понятно, понятно. Ага, здесь какие-то цифры, что-то интересное. Нет долгосрочных трендов. Ожидание от будущего. Наверное, самый важный слайд. Минимальный горизонт планирования. Эти люди не думают про пенсии, не думают про какие-то вещи. Через 5, через 10 лет, то можно их заставить, можно спросить. Но очень часто молодое поколение, поколение Z, это жизнь здесь и сейчас. Он говорит, я не знаю, как я буду через год. Ну, сейчас в вашей компании поработаю, посмотрим. Если он отвечает честно, то вот ответ может быть таким. Главное ожидание от будущего – это комфорт и спокойствие. Они другие. И как же с ними работать? Три элемента я заложил в презентацию. Первый элемент – это подбор. Каким образом осуществлять подбор, на что обращать внимание. Второй элемент – презентация. Это адаптация, быстро выводный результат. И третий элемент – это работа на будущее. Как сделать свою компанию привлекательной для таких сотрудников. Кстати, через 10 лет таких будет у вас большинство. Поколение Z. Отбор персонала. Главная мотивация поколения Z – это интерес. Отсутствие скуки, захватывающей задачи – часть состояния комфорта. Еще это думающий исполнитель. Если вы говорите, ты должен это сделать только потому, что я тебе дал такое указание, это не работает. Если вы говорите, ты должен это сделать, потому что это написано у тебя в должностной инструкции, это тоже не работает. Зачем? Зачем я это должен делать? Какой результат это даст мне? Какой результат это даст компания? Пример. В каждом глуху два небольших примера. Я специально подобрал компанию из классического сектора. Вот, например, сельское хозяйство. И IT-компания. Вот, Агротерра. Все знают Супермен. Кто такой? У нас будут Супермен. Кто будет? Ну ладно, не раскрывайте карты. Будете Суперменами. Агромен. Новый герой. Совершая подвиги в сельском хозяйстве. Посмотрите. Компания Агротерра ввела новую профессию. Агроскаут. Это те, кто были когда-то агрономами. Агроскаут звучит совсем по-другому. Вот здесь есть небольшой ролик. Если можно запустить его. Прямо на 30 секунд. Получится? Внизу ссылка. Со звуком желательно, конечно, ссылка. Да, ассоциация компании с оркестром, где каждый человек, это отдельный инструмент. Пример ролика. Вот со звуком будет, конечно. Могу озвучить. Да, компания ассоциируется с оркестром и есть информация, как в этот оркестр компания вовлекает новых сотрудников. Есть информация о том, кто такие агроскауты. Если звука нет, можно прям так ставить и пойти дальше. Ролик, кстати, победил в номинации чар-брендинг в прошлом году. Это один из роликов призеров. Вот как компания позиционирует себя на рынке труда для сотрудников. Это особенный оркестр. Оркестр из двух тысяч виртуозных исполнителей. Идеально знающих своих партий. Исполняющих их на полях Центральной России. День и ночь. Мощно и слаженно. Ролик делал не поколение Z. Но на поколение Z предназначен и работает. Второй пример. Компания Церкалаб. Международный конкурс гейм-дизайнеров. Организовали онлайн-конкурс. В основе конкурса креатив соревнования фан. Это то, что интересно. Просто интересно. Пожалуйста, тоже запустите ссылку. Прямо 23 секунды в самом начале. Другой подход. Но он работает. И этот подход, который сделан поколением Z. Манникам челлендж. Кто знает, что это? Манникам челлендж. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Вы проигрываете Онлайн Дистанционный доступ С мобильного телефона и 24 на 7 У тебя есть возможность изучать эти материалы всегда Наглядно, увлекательно Рисуйте комиксы, снимайте видео Меньше текста Обещание награды Обратите внимание, похвала это норм Технику расскажу Она очень быстрая, 30 секунд Камушки В один карман положили 10 камушков Входите по офису Или общаетесь с сотрудниками Ваша задача переложить в течение дня Все камушки в другой карман Перекладывайте только тогда, когда похвалили Какого-то сотрудника Понятно? Каждый день Каждый день Техника камушка Не отбирайте гаджеты Лайки, шер, репосты, рейтинги А иногда, знаете как Гаджеты мы не отберем А доступ к сайту Ибо нечего им там делать Ну, избавляйтесь от этого мышления Мышления прошлого Пример Хоу Обучение с помощью видеоконтента Они заложили обучение В виде сериала Друзья Смотрите Вот они, друзья Это менеджеры клиентские В сериале показано Как они общаться С гуглкирией С супервайзерами С мерчендайзерами И с другими сотрудниками Это пример компании Хоу Опять же Все онлайн Все масштабируемо Рост производительности Да Сокращение сроков адаптации Да На что это работает Еще пример компании EMG Digital Office Здесь вы видите Всю офисную документацию В виде видеоинструкций Которые заложены в онлайн Или в мобильные приложения Сейчас компания разработает Мобильные приложения Для компании Не для клиентов Финальный блок Презентации Думать о будущем Как сделать вашу компанию Привлекательной Для таких сотрудников В будущем Смотрите Мы с вами тренера Тренеры Как правильно Тренеры Мы прокачиваем мышцы Интеллектуальные мышцы Работа с такими сотрудниками Это такая же мышца Которую можно И нужно прокачать Для того Чтобы сейчас Это уже сделать Чтобы компания Ваши компании Привлекательные Лет через пять Обратите внимание Не на тех Кто выходит На работу А на подростков И сделайте Вашу компанию Привлекательной Для них Если вы Это сможете сделать Для нового поколения Точно будете Привлекательны Кто-то говорил Да? Если вы что-то понимаете Так вы можете Объяснить Это даже ребенку Тот же самый принцип Два примера А, ну чем раньше Тем лучше Заинтересованность Первых лиц Руководителей И подключаем Детей Сотрудников Самый прямой Доступ Вы еще и Сотрудников Замокируете Правильный принцип Прозвучал Дружить семьями Это возможно Компания Сибур Юг Проводит Противорок Ориентацию Через игру Вот вы видите Подростков Это дети Сотрудников Компания Рассматривает Детей Как потенциальных Кандидатов В том числе И еще один Пример Компания Крок Школа IT-решений Я прокомментирую Эту цепочку Слева направо Обратите внимание Сотрудник Компании Эксперт Привлекает Студента Который Курирует Работу Школьников По разработке Программных Продуктов Под руководством Учителя И в качестве Тестировщиков Выступает В IT-решении Классная цепочка Смотрите Но в основе В центре Вот эта команда Здесь ссылка есть Запускать ее не будем Можно посмотреть Крок Школа IT-решений В интернете Есть такая информация Новое поколение Это новые подходы И эта тема Для меня Особенно Значит Много Много Разных Тем В HR Много Поколения Z Знаете Почему? Вот это Мое Поколение Z Спасибо Спасибо Давайте еще раз По-холку Дмитрий Дмитрий У тебя все? Да Спасибо